Это не первая такая встреча, когда актуальные темы, касающиеся детей-инвалидов, обсуждаются за круглым столом вместе с родителями. И вопросы повестки дня сформированы в том числе и с учетом их обращений. Мы хотели бы несколько аспектов обучения сегодня рассмотреть на базе наших образовательных учреждений в рамках государственной программы «Доступная среда». И второй вопрос – это медицинское обследование детей-инвалидов, это приобретение специальных аппаратов медицинского обслуживания. Что касается общего образования, в нашем городе три образовательных учреждения, оборудованные по программе «Доступная среда». Это школы номер 3, 5 и 10. Школы оснащены подъемниками, оборудованием для слабовидящих, слабослышащих детей, есть комнаты для релаксации. Об этом рассказала директор управления образования Марина Дерягина. Родители подтвердили, что все устройства используются успешно. Вторая и не менее важная тема – это медицинское обслуживание. На вопросы собравшись и отвечал главный врач Центральной городской больницы Олег Астахов. Одним из обращений стала необходимость приобретения аппарата для микрополяризации спинного и головного мозга. По словам родителей, за данной медицинской услугой им приходится ездить в столицу республики. Олег Анатольевич пообещал узнать все возможности для решения вопроса. Поступили обращения и по прохождению медосмотра у узких специалистов. В этих целях было предложено выбрать специальный день для детей с ограниченными возможностями здоровья. Отдельно обсуждался вопрос о необходимости введения ставок логопеда, которых на сегодня нет в школах. Заместитель главы администрации Наталья Лапшина также поделилась планами по техническому оснащению специализированных групп в детских садах. Сейчас у нас на рассмотрении проект, в котором мы предусмотрели, ну, наверное, сейчас я вам скажу, на более чем на миллион закупку оборудования этот проект грантовый. То есть мы на конкурс его отослали. Очень хотелось, чтобы вы своими мыслями хорошими помогли нашему проекту тоже победить. Если мы эти грантовые деньги получаем, то как раз они будут направлены только, этот проект и заключается в оснащении оборудования детских образовательных учреждений для особенных детей. Мы этой проблемой занимаемся постоянно, ищем разные способы, потому что из бюджета, к сожалению, таких статей нет. Не осталось без внимания темы реализации творческих способностей не только детей, но и молодежи. У нас в республике уже несколько лет проводится замечательный фестиваль «Ломая барьеры». И я вот ко всем мамочкам обращаюсь, чьи дети занимаются в учреждениях дополнительного образования и занимаются каким-то видом искусства. Все-таки на следующий год мы запланировали активное участие в республиканском конкурсе. И по осени провести здесь наш этап городской именно для фестиваля творчества для детей с ограниченными возможностями. Завершая совещание, заместитель главы администрации обратилась к родителям и впредь все волнующие вопросы решать вместе. Субтитры создавал DimaTorzok